Группа Renault, крупнейшим акционером которой является правительство Франции, отреагировала на кризис так, как того требовала западная общественность. В итоге конвейер московского завода, где делают кроссоверы Renault Arkana, Duster, Captur и Nissan Tarana, был немедленно остановлен спустя два дня после возобновления работы. С одной стороны, в концерне стараются соблюдать все международные санкции против России, а с другой напоминают, что перед группой лежит огромная социальная ответственность, поскольку на её российских заводах работает 45 тысяч человек, а конкретно на московской площадке — около 4 тысяч. И в целом российский рынок для Renault второй по важности после французского. В прошлом году компания продала в России почти полмиллиона машин. Что касается «АвтоВАЗа», главным акционером которого является Renault, то сейчас компания оценивает возможные варианты с учётом текущей ситуации. То есть конкретного решения по поводу главного российского актива нет. Напомним, французский концерн владеет российским автогигантом почти на 70%, а оставшаяся треть ценных бумаг принадлежит госкорпорации «Ростех». Сам «АвтоВАЗ» поспешил заявить, что руководство автогиганта внимательно следит за развитием ситуации. А главное — плотно контактирует со всеми заинтересованными сторонами. Это российские власти разных уровней и акционеры публичного акционерного общества. Кроме того, в Тольятти и Ижевске предпринимают максимум возможного, чтобы сохранить 40 тысяч 800 рабочих мест. В частности, компания приняла решение перенести летний корпоративный отпуск на апрель, чтобы заняться восстановлением логистических цепочек. Также научно-технический центр автогиганта сейчас ведёт активную работу по замене некоторых критически важных импортных компонентов альтернативными. Как отмечают самарские чиновники, новыми поставщиками могут стать азиатские производители. А ещё некоторые модели «Лады» обзаведутся специальными версиями, которые «будут менее подвержены влиянию импортных комплектующих». Их начнут отгружать дилерам через несколько месяцев. Сами заводчане по давней традиции называют такие машины ободранными. Предположим, что в них не будет подушек безопасности, антиблокировочной системы и других сложных компонентов. Сейчас, как сообщает паблик Автоград Ньюс во Вконтакте, несколько подобных экземпляров отправлены на Дмитровский полигон НАМИ, чтобы понять, насколько упрощённые «Нивы» и «Гранты» пригодны для эксплуатации. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...